Диктат Коммунистической партии 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 Таким образом, политическая нетерпимость, помноженная на безответственность исполнительной власти и открытое пренебрежение судьбами России и ее народа, подвела нынешних правителей страны и их радикал-демократических идеологов к порогу, за которым вполне ясно просматривается широчайший общественный протест и недоверие. И общероссийская забастовка, протест сегодня стал реальностью, реальностью стало и здесь нечему удивляться. В такой обстановке в этой среде появляется все больше искушений сломать оппонентов силовыми антиконституционными действиями. Самое главное уйти от ответственности за совершенные преступления перед державой, перед государством, перед страной и перед народом. Одним из методов подавления политических противников окружение президента избрало клевету и фальсификацию. На недавнем заседании межведомственной комиссии и в ходе последующей пресс-конференции были открыто выдвинуты обвинения в адрес вице-президента России и генерального прокурора. Меня обвинили в причастности к счету в одном из швейцарских банков, в соучастии в деятельности фонда возрождения, нанесшей якобы большой ущерб стране. О личной нескромности, вернее идет пропаганда личной нескромности в строительстве дачи. Я могу однозначно сказать, что все это под собой не имеет абсолютно никакой почвы. После короткого заявления вице-президент Александр Рудской ответил на вопросы журналистов. В частности пресса пыталась дотошно докопаться до сути, есть ли у Рудского счета в швейцарском банке и собственность за рубежом или нет. Нет у меня собственности за рубежом. Стыдно юристам не знать, что такой формулировки причастности к счету просто не существует в природе. Или счет есть, или этого счета нет. Поэтому то, что вчера говорил в итогах Макаров, а что ему, собственно говоря, говорить? Одновременно Александр Рудской намекнул на сомнительность источников доходов некоторых своих оппонентов. Вы понимаете, ведь все сшито белыми нитками. Что касается Сиабека, это спросите у Макарова. То же самое спросите у Макарова о деятельности Якубоса. Как это юноша в 28 лет имеет такую недвижимость, которая оценивается в десятки миллионов долларов. Он говорит, что у него жена, супер какая-то звезда, фотомодель. Ну вы знаете, я консультировался, спросил, можно ли в таком возрасте фотомодели заработать такие средства. Но я что-то о такой фотомодели и не слышал ничего. Может она каким-то другим способом зарабатывает средства. Но вы понимаете, это... Ведь иметь такую недвижимость, это просто сторонник считать чужие средства в карманах. Ни в коем случае. Ну, дайте хотя бы справку, каким образом заработать. Я бы тоже постарался бы таким образом заработать. Ну не, не таким же. Иметь такую недвижимость. Приводя данные о коррумпированности, по его словам, в верхах, вице-президент вновь заявил, что из 55 фактов, которые он обнародовал на апрельской сессии Верховного Совета, подтвердилось 80%. По этим фактам возбуждены либо уголовные дела, либо прокуратура вынесла протесты. Рудской также заявил, что в четверг он намерен подать гражданский иск в суд на «Известия», новую ежедневную газету «Российские вести» и «Российское телевидение». Всего исковых заявлений на физические и юридические лица будет 10. Теперь я вам зачитываю интересные документы. Интересные документы. На данный момент я располагаю информацией, что 24 июля 1993 года состоялась встреча господина Макарова, все того же Макарова, с одним из сотрудников Министерства безопасности Российской Федерации. В процессе этой встречи господин Макаров интересовался у этого сотрудника, располагает ли он материалами, компрометирующими генерального прокурора Степанкова, вице-президента Российской Федерации и министра внутренних дел, Ерина и министра безопасности Баранникова. При этом Макаров заявил, что вопрос о снятии с должности Баранникова уже практически решен. Это было 24 июля. Теперь вам понятно, кто назначает министров и кто управляет государством. Это документ офицера безопасности. Между тем, на просьбу журналистов показать этот документ, Рудской ответил отказом, сославшись на то, что не может раскрывать источник информации. Тем временем, по словам Рудского, начальник управления межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, Андрей Макаров, несмотря на обещание предоставить прокуратуру и в Конституционный суд документы на вице-президента, так этого и не сделал. Он заверил журналистов, что никогда не нарушал закон, поэтому возбуждение уголовного дела против него исключено. Сегодня же журналисты интересовались об отношении Рудского к президенту Ельцину, в том числе не является ли он противником президентства в России как такового. Президентская власть приемлема для такого государства, как Россия. Приемлема. И она необходима. В России президентская власть. Это мое отношение к президентской власти. Что касается моих отношений с Борисом Николаевичем Ельцином. Я уже не раз говорил, что я считаю, что я занимал нормальную позицию, отстаивая интересы большинства. Я не знаю, кто сегодня президенту России скажет спасибо за то, что произошло с нашей экономикой. Я не знаю, кто скажет ему спасибо. Караулов, может, скажет или Макаров, или еще кто-нибудь, понимаете, или Шумейко. Я спасибо за это не могу сказать, потому что народ страны доведен до нищеты. И если в стране смертность в три с половиной раза превышает рождаемость, то это уже преступление называется. Это называется преступление перед собственным народом. Потому что нация вымирает. А отсюда мои отношения к президенту России. А на вопрос об эволюции политических взглядов вице-президента Рудской заявил. Пожалуйста, я на колобок не похож. Я уже неоднократно говорил, неоднократно говорил, что когда президент предлагал мне баллотироваться с ним, я первый раз отказался. Мне было предложено изучить внимательно программу предвыборной кампании. Я ее изучил. Если вы посмотрите эту программу, вы мне ни на один пункт программы скажете, нет, это неприемлемо нашему обществу. И потом я шел в паре с президентом, не как единое целое, а как коалиция сил, представляющих интересы тех и других слоев общества. Вы знаете, президент представлял демократическую Россию. Я все-таки с привержением социалистических способов производства и развития экономики, но которые предусматривают, соответственно, и частный сектор, и рыночные отношения, и прочее, прочее. Поэтому здесь, извините, я ни от кого не перебегал, и никому не прибегал. С Казбулатовым с самого начала нашего знакомства у меня прекрасные отношения. И я вам скажу, с этим человеком можно работать. Каждый из нас не застрахован от ошибок. Не застрахован. Поэтому, да, возможно, и допускаются ошибки Руслана Мрановича, но я еще раз говорю, с этим человеком можно работать. По крайней мере, он последовательный человек. В заключении беседы Русской заверил, что считает первостепенным сейчас провести одновременно выборы президента и парламента, а затем принять конституцию. При этом порядок в стране восторжествует тогда и только тогда, по его словам, когда закон будет превыше всего для всех граждан России. Прокурору города Москвы... Продолжение следует...